Вот сейчас, а чем вы здесь сделали? Трактором. Трактор пригоните, пригоните и перекопайте. Согласен, все это, кобележа, все это. Ему надо Богу наливаться, а он рестораны пооткрывал. Ранним утром 21 июля жители 24 квартала села Нагаева устроили сход. Поводом для встречи стали внезапно перекопанный участок дороги, который люди сделали за свой счет, и канализация местного ресторана. Сделайте по справедливости, а мы будем стараться узаконить эту дорогу официально. Давайте так будем делать. По словам местных жителей, все началось около 10 лет назад. Тогда они добились от местных властей того, чтобы им обустроили заезд в микрорайон. Людям предложили временно пользоваться продолжением улицы Возрождения. Этот вариант остается постоянным до сих пор. Закупили щебень, наняли трактор. Получается, года два назад я кадастровую карту вот этой дороги смотрел. Здесь участок с правой стороны был. Он как бы углом мешал проезду. Как бы нам администрация не разрешала законно сделать эту дорогу, на сегодняшний день этот участок уже ликвидирован, его не существует. Вот это возрождение, вот наша улица, вот эта, вот видите, вот сколько расстояния, вот незаконная, вот отсюда, вот до сих пор. Вот эта улица, которая, вот видите, стрел. И вот эта вот до Советской улицы, вот она Советская. Со временем недалеко от дороги появилась пекарня и ресторан «Зур-Рахмат». И тогда местные стали замечать странную жижу, которая текла по дороге. Он в начале, первое время, когда у него не было этой канализации, шамбо, он заливал шлангом водой, отходами, дорогу, по которой ездили люди. Когда начали люди возмущаться, потому что стояла вонь, это невыносимо, он сделал себе вот это шамбо. Но оно постоянно, так как здесь земля, вода на уровне земли, она все вытекает. И стоит вонь, адская вонь. Они не могут смывать, они включают насос, в поле выкачивают. То есть это зловоние. Ветер, если в эту сторону идет, эти жители нюхают этот воздух. В ту сторону пойдет та сторона жителей. Нам просто надо скинуть, чтобы закопать ее, пока они все решат, мы будем ездить. Давайте там перекрываем, здесь сравняем, и мы пишем письма, чтобы официально оформить эту дорогу. Временную дорогу делайте. Спор между людьми и заведением разгорелся с новой силой, когда неделю назад грейдер перекопал дорогу и отрезал жителей квартала от выезда с той стороны, где стоит ресторан. Местные считают, что уже знают, кто в этом виноват. Администрацию прислали грейдер, и грейдер перекопал. Им выписано предписание от прокуратуры перекрыть движение для разбирательства данного дела. Но перекрыли не всю улицу, а именно участок для проезда граждан. Просто был такой прецедент, как-то вот житель углового дома был в нетрезвом состоянии, и здесь нам перекрыл газобетонами, и это все. Ну, это он не отрицает, что это именно этот житель под... сделал... заявление написал. Но больше, чем уверен, что это с подачи именно с данного заведения. Собственника пекарни на встрече не было. По телефону он рассказал, что к порушенной дороге отношения не имеет и вообще не против того, чтобы люди ей пользовались. То есть мы построили дорогу, там раньше дороги не было. Они говорят, что была, но ее там не было, у меня есть фото. Те жители, которые с другой стороны улицы, им не нравится, что через них все ездят. И они решили здесь, здесь дорогу, чтобы через нас ездили. На что, в принципе, я им это разрешение дал. Говорю, ездите, пожалуйста, только следите за ней, и все. Я говорю, а прокуратура написала бумагу в администрацию, администрация пришла и перекопала. Ну, я при чем тут? Они говорят, что я там что-то кого-то подкупаю, там еще что-нибудь. Но я говорю, вам что, кредиты мои показать? На вопрос о неприятном запахе собственник пекарни ответил, что это большая проблема и для него самого. А после добавил, что уже решил ее, но настаивает на законности Шамбо, которая обустроена через дорогу от пекарни. У нас специальная емкость стоит, у нас есть документы на нее. То есть у нас вообще все законно в этом плане. У нас уже было с экологами общение на эту тему, и мы все нормы отрабатываем полностью. Поэтому, а как вот, ну нет канализации, вот как вы считаете? Как вот, ну ни у кого в Нагаеву нет канализации, может там нять. Во-первых, мне этот запах не самому мешает, понимаете, как моим сотрудникам мешает, если он появляется. Хотите, честно скажу, почему оно пахло? У меня же стоит цептик, получается, дверь называется, специально для ресторанов, 8-кубовая. Она закапана внутри, у меня внутри ресторана, да? Ну, имеется в виду, прямо вот на выходе. Вот, у меня сломался просто на днях компрессор. Компрессор стоит там 25 тысяч рублей, у нас в Уфе, к сожалению, такие компрессоры не продают. Я заказал на зоне клапана на компрессор. Вот, и у меня даже есть подтверждение. И сейчас мы уже все сделали. На встрече присутствовали и представители местной администрации. Но разговаривать с нами и делиться планами относительно дороги и Шамбо они не захотели. Нет, а почему вы сейчас, мы требуем, мы требуем, почему сейчас отказываете нам исполнить полностью предписание прокуратуры перекрытно-советской? Во время схода жители 24-го квартала начали собирать подписи за демонтаж Шамбо и благоустройство дороги. Их они приложат к письмам, которые собираются направить в прокуратуру, глав архитектуру и другие органы. В администрации нам ответили, что после схода рассматривается возможность оформления нормального проезда со стороны улицы Возрождения. Егор Полторыхин, Роман Нугуманов, телеканал ЮТВ.